Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас в этом видео. Сегодня у нас второе занятие, называется день второй. И сегодня у нас день второй называется, как выгодно купить имущество на муниципальных торгах. Сегодня мы будем с вами разбираться, смотреть и понимать, что мы делаем, как мы делаем и для чего. Итак, что будет сегодня? Вы увидите, какое бывает имущество на торгах. Узнаете, с какой выгоды для вас можно купить имущество. Поймете, кому нужна недвижимость, автомобиль и спецтехника с муниципальных торгов. И сегодня вас ждет практика. Практика у нас такая, что мы с вами научимся работать с сайтом муниципальных торгов. Как мы уже с вами знаем, уже проходили, но возможно кто-то не помнит, у нас с вами есть пять этапов построения бизнеса на муниципальном имуществе. Это поиск лота, это анализ, это выбор стратегии получения прибыли, участие в торгах и реализация стратегии получения прибыли. К сожалению, все мы разобрать в этих трех видео не сможем, которые у нас по плану будут, но тем не менее, что-то мы разберем. То есть сегодня у нас будет уже практика поиск лота. Любые муниципальные торги, в принципе любые торги делятся у нас на два вида. Это недвижимость, то есть это недвижимое имущество, это движимое имущество. Давайте с вами более подробно разбирать, что такое недвижимое имущество, что такое движимое имущество. Недвижимое имущество это все то, что отнесено у нас законом к недвижимости, все то, что необходимо регистрировать в Росреестре. Вот это все недвижимое. Движимое имущество это то, что мы не регистрируем в Росреестре. То, что мы можем взять например, и перенести с собой. Да, то есть это автомобили, там спецтехника, телефоны, вазы и так далее. То есть это все у нас относится к недвижимому имуществу. Далее. Прямо на сайте торги.gov можем это выбрать. Но у нас бывает сайт подразумевает то, что под недвижимость это одно и движимое. По факту это может быть другое. И вот по версии сайта, именно по последним обновлениям к движимому имуществу у нас относятся алмазы специальных размеров, освобождаемое военное имущество, дебюторская задолженность, другое, иное оборудование и товары. То есть если вы хотите работать с автомобилями, то в этом случае вам просто нужно будет галочку выбирать, что вы работаете со всем движимым имуществом и уже сортировать. Все, что относится к недвижимому имуществу, да, то есть, как вы видите, это акции, доли, здание, земли, сельхоз, назначение и иное. То есть если вы хотите работать, например, с квартирами, хотя они обещали сделать обновление, если вы хотите работать с квартирами либо с домами, то вы просто выбираете все недвижимое имущество и уже сортируете в зависимости от региона. что у нас может быть относиться к движимому имуществу, да, то есть, к примеру, лодка металлическая, алюминиево-прозрачный набор изделий, то есть это просто вам для примера здесь показано, древесина, банки стеклянные с крышкой, автомобиль Opel, Mazda, там автомобили, автомобили, дальше, ну и в принципе это автомобили, да, то есть это вот, ну, движимого имущества на самом деле очень много. Теперь давайте, наверное, мы с вами немножко по цене посмотрим, да, то есть я вам показала три автомобиля, то есть это Volkswagen, Touareg, автомобиль Nissan Tiana и Toyota Camry. Touareg мы с вами разбирали в предыдущем видео, давайте поговорим, ну, вот о Nissan Tiana, да, то есть как мы видим, 400 от Nissan Tiana 2010 года выпуска, 494 номер, 42-й регион, 353 тысячи рублей. Сколько он стоит на дроме? То есть то, что у нас здесь стоит 353 тысячи рублей, на муниципальных торгах, да, то есть на муниципальных торгах у нас стоит 353, а по рынку у нас это 715 тысяч, это нормальная цена. Вот смотрю на автору, здесь сколько, самое дешевое, 569 рублей, это отличная цена. При этом при всем, да, то есть мы можем понимать, что мы для себя можем купить автомобиль намного дешевле рынка, сэкономить на этом хорошую сумму денег. Я считаю, что это очень круто. И давайте посмотрим, вот Toyota Camry 2005 года, 286 тысяч рублей, она стоит на торгах. По рынку такой автомобиль стоит 410 тысяч, это вот самое минимальное, что мы с вами смотрим. И одна из моих учениц, вот вы прям можете посмотреть, ничего не скрывая, одна из моих учениц выиграла автомобиль Skoda Super, Super 2010 года выпуска, на 200 тысяч дешевле рынка, то есть машина в идеальнейшем состоянии, вот выиграла она ее за 376 тысяч, а по факту она стоит 576 тысяч. Я считаю, что это очень круто. Мой пример, да, то есть то, что я выиграла, но это мой пример к движимому имуществу уже относится, гараж для своего инвестора, то есть я его выиграла за 1.100.000, хотя такой гараж стоит 1.500.000, 1.400.500.000, то есть я для него сэкономила 300 тысяч рублей. Еще один я дом выкупила для своего инвестора, причем стоил этот по рынку 9 миллионов, дом выкупила я для него за 1.350.000. И моя чистая комиссия, как брокера, была 400 тысяч я взяла. Почему я взяла такую комиссию? Потому что дом по рынку стоит 9 миллионов, и я точно знала, что он берет его на продажу. Дальше взяла, выкупила посты подготовки к покраске. То есть это дилерские посты, там красят автомобили. Цена входа в сделку 70 тысяч, продала за 150, 80 тысяч, я взяла свою комиссию. Автомобиль у вас для инвестора выиграл, здесь было просто подача заявки за 50 тысяч рублей, все расходы оплачивал инвестор, и моя комиссия за подачу заявки за то, что мы выиграли, была 10 тысяч рублей. Автомобиль ГАЗ 99-го года выпуска, тоже моя комиссия была 10 тысяч рублей. Магазин для своего инвестора я выиграла, то есть экономила для него 70 тысяч рублей, взяла комиссию в 50 тысяч, потому что инвестор брал для себя, и цена была достаточно уже высокая. Земельный участок я взяла, почти полтора гектара, он расположен в Томском районе, очень классный земельный участок, я выкупила за миллион 350, рыночная 4 миллиона, и того чистая моя прибыль 100 тысяч рублей была. Итак, давайте с вами будем разбираться, кому нужна недвижимость, с муниципальных торгов, в принципе, с любых торгов, кому мы можем предложить недвижимость. Мы можем купить ее для себя, для своего пользования, сделать это какой-либо бизнес, либо перепродать, либо для клиентов. Я в основном все это покупаю для клиентов, для себя, я свои деньги не вкладываю, чтобы что-то потом перепродавать, особенно в недвижимость, потому что это большая цена входа. Ну, то есть, я думаю, что те, кто занимается этим, меня понимают. Мне проще работать как брокеру. Дальше. Кому нужны автомобили с муниципальных торгов? Ну, то есть, для личного пользования, это понятно. Для бизнеса вы можете сделать это, да, например, для сдачи в аренду, ну, либо для своей работы вы можете взять. Спецтехника с муниципальных торгов на перепродажу улетает только так, но и для себя тоже покупают. И, смотрите, чтобы понимать абсолютно все нюансы в муниципальных торгах, а их очень много, как минимум у нас есть только 5 видов торгов, мы должны системно все это делать, основываясь на 5 шагах. То есть, я для себя выделила 5 шагов, которые необходимы для работы в муниципальных торгах, и этим 5 шагам я обучаю на своем расширенном курсе. Тогда вы будете максимально корректно воспринимать всю информацию, вы сможете видеть лоты, вот прям невооруженным глазом хорошие, отличать классные лоты от не очень, да, потому что всякое бывает в торгах. То есть, вы уже не будете здесь, не разочаруетесь в этих торгах, поймете, как участвовать, о том, что здесь можно выигрывать и что здесь можно зарабатывать. Но если вы будете это делать самостоятельно, то в этом случае вам придется во всех нюансах разбираться самостоятельно. То есть, как минимум, мой расширенный курс экономит вам 4 года в вашей жизни. То есть, 4 года – это то время, мне понадобилось, чтобы разобраться полностью с муниципальными торгами. И благодаря моей авторской методике вы не просто получите знания, вы освоите все необходимые навыки, которые сэкономят в ваше время и в кратчайший результат принесут вам результат. Да, то есть, это значит, что в кратчайшие сроки вы сможете либо купить имущество для себя, либо зарабатывать уже для инвестора. Причем, в кратчайшие сроки – это ближайший месяц, то есть, в месяц это достаточно для того, чтобы разобраться с торгами. Вот еще пример моего ученика Николая Верясов. Николай Верясов купил автобус для себя. Автобус он купил школьный 2007 года. Выпуск, рыночная стоимость 150 тысяч рублей. Выкупил для себя. И причем там были красивые госномера. И самое интересное, что он хочет именно продать госномера и убить стоимость данного автобуса. Госномера я не поленилась, залезла. Там были у 004 СР 24 регион. То есть, 004 – это красивые номера. И действительно, он их тысяч за сто спокойно продаст. И это бьет стоимость этого автобуса и останется в плюсе. Еще одна моя ученица – Мария Гагушина. То есть, Мария… Я вообще восхищаюсь этой женщиной. Почему? Потому что она работает на госконфискате. Она работает с конфискованными автомобилями. И эти конфискованные автомобили, то есть, она уже нашла инвесторов, их продает. Вот. И вот один из ее первых лотов, который я вам хочу показать. То есть, можете сами с ним ознакомиться. Но я знаю, что у нее очень большие кейсы. У нее очень много лотов. На этом наше видео с вами подходит к концу. Безумно буду рада вас видеть в следующем видео. Потому что там будет еще больше информации. Там мы будем с вами еще больше. Разберемся с муниципальными торгами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok